Всем привет, ребята! Вы на канале CryptoCommons и сегодня вы посмотрите очень интересную коллаборацию Бенджамина Кована и Олесио Растани про волны Эллиота. Обычно мы выпускаем такие видосы на втором нашем канале, но там сейчас меньше подписчиков, меньше просмотров, а видео это очень познавательное. И для тех, кто хочет разобраться, что же такое волновая теория Эллиота и с чем ее едят, и также кто хочет понять, где мы сейчас, исходя из этой теории, в какой части цикла и куда пойдет биткоин. Поэтому я решил выложить ее на основной канал, чтобы было больше просмотров, больше охват, и ставьте лайк обязательно, подписывайтесь на наш этот канал, на наш второй канал по ссылке снизу из описания. И делитесь этим видео, если считаете, что оно полезно. Привет всем и добро пожаловать обратно в криптовселенную. Сегодня у нас еще один специальный гость, у нас Олесио Растани, он аналитик и трейдер, вы можете узнать о нем больше на leadingtrader.com, у него также есть ютуб канал, ссылки будут в описании. И он здесь сегодня, чтобы поделиться с нами своим взглядом на биткоин. Олесио, спасибо, что пришел, добро пожаловать. Да, Бен, спасибо большое, очень интересно с тобой поговорить, спасибо, я очень ценю это. Да, конечно, всегда рад. Итак, мы будем говорить про биткоин. Да, попросту очень много теорий о том, что происходит с биткоином. И я хотел бы узнать, что ты думаешь о том, что происходит в рынке, почему ты так думаешь и куда, как ты думаешь, направляется биткоин. Да, знаешь, я думаю, я не уверен, Бен, что ты знаешь хорошо волновую теорию элита. Ну, я уверен, что ты когда-то ее использовал или слышал о ней хотя бы. Но, знаешь, что я скажу, как только мы начинаем говорить о волновой теории элита, у людей сразу возникает бинарное понимание. Кто-то любит ее, кто-то ненавидит. И я лично тоже ненавидел ее где-то больше семи лет назад, может, даже уже больше семи. Но я думаю, что это было потому, что, как и у большинства людей, у меня было неправильное мнение о том, что из себя представляет эта теория. И многие люди ненавидят ее, потому что считают, что она очень субъективная, что на самом деле по факту неправда. Есть способы, чтобы сделать ее объективной или более принципиальной, более законопоследовательной. Потому что объективность, что это вообще такое? У каждого может быть субъективная интерпретация графика. И если поставить несколько людей рядом с разной интерпретацией, то у них будет разное мнение. И, конечно же, есть субъективная часть. Субъективность присутствует в понимании теории волн элита. Но в таком случае любой технический анализ субъективен. На самом деле, возьми любой график. Забудь про теорию волн элита. Мы также видим очень разное понимание графиков. Кто-то думает, что это восходящий тренд, кто-то, что это коррекция или что угодно. Так что моя точка зрения в том, что неправильно думать, что теория волн элита всегда субъективная. Причина, по которой я использую теорию волн элита, потому что для меня это единственный метод анализа, который дает вам контекст, который дает вам идею о том, где вы находитесь в большей картине. Ты смотришь на график и говоришь, так, где я нахожусь? В какой части большего движения? Это вам дает идею, чего ожидать в следующем в макросхеме вещей. Если ты покажешь следующий слайд, мы вернемся к этому биткоин-графику через пару минут. Давайте переключись сейчас на следующую. Да, вот это. Это стандартная модель волн элита. Эта модель говорит о том, что рыночный тренд разделяется на 5 волн в направлении тренда. Так что, да, любое трендовое движение разделяется на 5 волн. Но когда он корректируется против тренда, это разделяется на 3 волны. Так? То есть, если мы в бычьем рынке, 5 волн наверх и 3 волны вниз коррекционные, как А, Б, Ц. Заметь, что эти две коррекции на растущем тренде, волна 2 и 4, тоже разделены на более мелкие А, Б, Ц коррекционные паттерны. Как и движения между ними, трендовые, тоже состоят из 5 маленьких волн. И давайте теперь вернемся на первый график и поговорим вот о чем. Это, возможно, кому-нибудь пригодится. Многие люди думают, что обвал, который у нас был с апреля по июнь, это было началом медвежьего рынка. Но я не согласен с этим. И как ты знаешь сам, Бен, причина, по которой я не был согласен, что это медвежий рынок, кроется в том, что это движение не показало себя как медвежий рынок, потому что мое мнение, что это была просто коррекция волны 4. Коррекционная волна 4 внутри этого большего пятиволнового бычьего цикла, который приведет нас к уровням в 100 тысяч. И также еще одна причина, по которой я не думаю, что падение с апреля по июнь было медвежьим рынком, потому что оно не сломало рыночную структуру. Мы не пробили ту ключевую поддержку на 29 тысячах. Окей? То есть это по факту был ложный пробой 30 тысяч. Тем не менее. Короче говоря, если вы посмотрите на этот график сейчас, то давайте-ка скажем следующее. Смотрите, это график биткоина с 2011 года по текущую ситуацию, 2021 год. Туда, где мы сейчас. Десятилетний график. И если вы повнимательнее посмотрите, то вы обнаружите два типа волн здесь. Красные волны и белые. И, как вы можете видеть, красные волны — это большие волны. Белые цифры — это меньшие волны. Под волны, скажем так. И фиолетовые — это коррекционные волны ABC. И, попросту говоря, Бен, мой анализ заключается в том, исходя из теории Эллиота, и опять же, я знаю, что многие люди скажут, да ты просто наставил кучу цифр на график. Но, честно говоря, не совсем так. Теория волн Эллиота требует соблюдения определенных принципов и правил, каким образом эти волны подсчитываются. Ты не можешь просто от балды расставить из-за цифрки. Это не то, как работает теория волн Эллиота. Так что, тем не менее, как вы можете сами видеть, с 2011-2012 годов у нас было 5 волн в большей первой волне. 5 белых волн в большей первой красной волне. И это был первый бычий рынок биткоина с 2011 по 2013. Ты помнишь этот рынок, Бен? Да, я тогда не инвестировал деньги, но я следил. То есть ты был в курсе, да? Я следил изредка, потому что я изучал криптографию. Ага, понятно. Помнишь, что произошло в 2013 году? Я лично помню очень хорошо это, потому что у нас была огромная массивная коррекция по биткоину. Это по факту была большая волна 2, красная двоечка, до начала 2015 года. Это была волна 2, коррекционная волна, медвежий рынок. И после этого мы начали огромный бычий рынок 2015-го до конца 2017-го. Ты можешь видеть также, что он был 5-ти волновочкой. Белые 5 волн внутри большей волны 3. И это подняло биткоин примерно с 200 баксов на 20 тысяч. Я уверен, ты помнишь этот бычий рынок. Да, конечно. Ты был тогда уже в рынке? Да, тогда да. Угу. Окей. Ну да, это, конечно, был очень крутой бычий рынок до конца 2017-го, но после этого мы увидели серьезный медвежий рынок 2018-го года, который унес биткоин вниз на 87% к началу 2019-го года. Что мы можем видеть на графике, как волну 4 в конце 2018-го, как, опять же, коррекционные три волны АБЦ. И по факту в начале 2019-го или в конце 2018-го мы начали новую глобальную большую красную волну 5. И что мы можем видеть дальше? Обвал рынка на коронадампе 2020-го года — это была волна С, маленькая волна С внутри средней волны 2, белой двоечки, в нынешнем цикле. И потом мы начали волну 3, маленькую волну 3, которую я ожидал, в принципе, после коронадампа увидеть, как раз когда мы пробивали 10 тысяч, и я ожидал, что мы улетим на 60 или на 50 тысяч. И после этого, последний обвал, который у нас был в апреле-июне, это была волна 4, которую я тоже ожидал, коррекционная волна 4. И после этого, смотри, мы снова начинаем карабкаться, мы снова начали эту восходящую волну 5. То есть что я думаю сейчас, что мы находимся в пятой волне, в меньшей пятой волне внутри большей пятой волны. Я думаю, что эта большая волна 5 унесет нас на шестизначный биткоин, на сотни тысяч долларов за биткоин, потенциально может быть в следующем году, если не быстрее. Так что, говоря еще проще, я думаю, что мы прямо сейчас находимся в меньшей волне 5, что мы сейчас находимся в маленькой третьей волне коррекции, коррекционной волне, то есть С, внутри пятой волны роста, внутри большей пятой волны глобального роста. Так что, давай я покажу вам теперь следующий скрин, чтобы еще понятнее это было объяснить. Вот третий скрин, да. Если вы заострите внимание на четвертой волне коррекции, как вы можете видеть, вот тут была волна коррекции ABC, это четвертая волна, и мы сейчас находимся в начале третьей маленькой волны, внутри пятой бычьей волны. Вот эта? Да, 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 вот этой, третьей. Мы находимся в начале вот этой третьей волны, внутри пятой волны. И я думаю, что волна 5, этой большей волны 5, унесет нас на сотни тысяч долларов. Давай опять на график, на минуту. Да. Так что я думаю, что до тех пор, пока биткоин удерживает низы сентября, это дает мне большую уверенность в высокой вероятности того, что мы идем в рост. Это гарантированно? Нет, конечно же. Ни один технический анализ ничего не гарантирует. Но я говорю о том, что это очень вероятно. До тех пор, пока биткоин удерживает низы сентября, и также до тех пор, пока он удерживает, естественно, июньские и июльские низа, то это дает нам очень высокую вероятность того, опять же, ссылаясь на теорию волн Эллиота, что большее движение волны 5 происходит сейчас к сотням тысяч долларов. Буквально в следующем году. И опять же, когда мы закончим пятую волну, Бен, как ты думаешь, чего нам стоит ожидать? Коррекция АБЦ. Точно, чувак. Глобальная коррекция АБЦ. И да, я тебе скажу еще. Это произойдет, когда две или три вещи произойдут. Вне теории волн Эллиота. Вы увидите эйфорию в такой степени, в которой вы даже не ожидаете. Рынки никогда не достигают вершину, когда все настроены по медвежьей. Или даже тогда, когда 50% людей настроены по медвежьей. Вы увидите так много видео, знаешь, типа, как разбогатеть на биткоине. Больше, чем мы видим сейчас. Гораздо больше. Вы увидите эйфорию, экстремальный сентимент, очень бычий нарратив. Все станут быками. Вам будет сложно найти хоть одного медведя. О, да. И это не сейчас уж точно. Это может быть в следующем году. Или... В общем, об этом... Когда ты поймешь, что волна 5 достигнет уже крышесносных отметок оптимизма, вы будете видеть, как много людей говорят про биткоин, показывают миллионы долларов в биткоине. И это будет то время, где нужно будет становиться уже настороженно, пессимистично. И по факту, это будет точка, в которой мне нужно будет приготовиться к медвежьему рынку, потенциальному медвежьему рынку. И можно я еще кое-что скажу? Извиняюсь за то, что я так много говорю и ухожу от темы. Но я думаю, что медвежий рынок крипты случится примерно в то же время, когда и фондовый рынок тоже пойдет в даунтренд. Я жду корреляции между обоими этими рынками. Да, это интересно, потому что я полностью понимаю, что ты говоришь, в том плане, что все должны быть быками, чтобы эта фаза случилась. Потому что, по моему опыту, я настроен очень по бычьей, но я знаю, что многие настроены очень по медвежье, и они смотрят на то, что происходит, как на отскок дохлой кошки. И я думаю, что очень многое указывает против этого, и что мы, как ты показываешь, в волне 5. У меня есть вопрос касательно вот этого. Когда ты сказал, что мы сейчас в начале волны 3 внутри вот этой вот волны, то есть ты думаешь, что есть высокая вероятность, что у нас будет откат четвертой волны вот здесь, перед входом в финальную фазу проболического движения? Давай я скажу. Я не думаю, что волна 4, маленькая под волна 4, на росте придет раньше, чем мы достигнем очень высоких цен. Я думаю, может быть, после того, как перепишем максимум по биткоину. All Time High у нас был в апреле 64 тысячи. Я думаю, откат случится после того, как мы перепишем All Time High. Апдейт в том, что это видео записывалось несколько недель назад, и тогда мы All Time High еще не переписали. Но сейчас мы его переписали, поэтому, исходя из анализа Олесио, скоро можем ждать небольшую коррекционную четвертую волну. Дисклеймер. Может быть, после All Time High у нас будет небольшой откат, и потом мы улетим уже конкретно в космос. Так что, да, это может занять некое время. Это может занять конкретное время, чтобы эта пятая волна дозавершилась. Может быть, в следующем году, а может быть, даже и до 2023 года. Мы увидим. Да. Но, опять же, это мои высоковероятные ожидания только до тех пор, пока мы удерживаем дно сентября и также, естественно, дно июня-июля. До тех пор, пока мы удерживаем эти уровни в 45 и 30 тысяч долларов, это моя высокая вероятность. Сейчас очень мало вероятно, что мы провалимся ниже сентябрьских лоу, но это даже сильно не изменит подсчет волны, если мы упадем ниже. Это просто будет означать немного более, немного отличающуюся длительную коррекцию. Да, да, ты прав. Даже тогда, я знаю, ты говорил о 21-недельном экспоненциальном очень много в плане важности области, и на что я вчера посмотрел, я также посмотрел на 20-недельный простой, я посмотрел на обойти мувинга, но что я заметил, это то, что каждый раз, когда мы удерживались на этой линии как на поддержке, мы потом не опускались ниже этих цен. Так что я бы сказал, что есть довольно веская причина верить, что мы конечно же нет уверенности, но я верю, что мы можем не опуститься ниже этих уровней, и особенно дно в 29 тысяч должно оставаться целым. Да, я согласен с тобой в этом. Я даже делал технический анализ по этому поводу, и ты прав. Обычно, когда вы видите откат до 21-недельный экспоненциальный средний скользящий, и удерживать этот уровень, как мы сделали недавно, обычно мы видим продолжение выше. Это очень маловероятно, когда мы снова возвращаемся и падаем ниже этого уровня в аптренде. Такого никогда не было. Да, такого вообще никогда не было. Такого никогда не было. Точно. Но, тем не менее, всегда что-то случается в первый раз. Верно. Да. Так что я думаю, с перспективы возможности и того, что ты сказал, что этого никогда не было, да, я бы сказал, что есть смещение математического ожидания в сторону восходящего потенциала. И еще одна причина, по которой мы можем увидеть восходящий потенциал до конца этого года, это сезонность. Я, наверное, сделаю скоро отдельное видео про сезонность биткоина. Потому что сезонность биткоина статистически с октября, с конца октября до декабря обычно очень-очень сильная. Это то, что называется эффект Хэллоуин. Хэллоуин эффект означает, что с конца октября, с 31 октября до конца года биткоин и фондовый рынок обычно вытворяют очень-очень бычьи вещи. Итак, мой анализ также показывает, что только если фондовый рынок и биткоин удержат 200-ю скользящую среднюю, до тех пор, пока биткоин удерживает 200-дневную скользящую среднюю, сезонность показывает нам на восходящий потенциал до конца этого года. И то есть это отыграло и в прошлом году. Многое пришло в четвертом квартале. Много роста перешло на следующий год, но многое произошло в четвертом квартале. Да. Я думаю, единственное нарушение этой сезонности, которое мы можем видеть на графике, это то, что было в 2018 году. Это был 2018 год, когда биткоин упал очень сильно между Хэллоуином и 31 декабря. И многие, наверное, скажут, да это все фигня, не работает ваш анализ. Но я вам хочу сказать, что есть интересная вещь. В тот момент биткоин находился ниже 200-дневной скользящей средней. Да. Да, да. Вот почему я и говорю, что соответственно ставки были не на стороне хорошего бычьего ралли и даже Хэллоуин-эффекта. И, кстати, то же самое было и в 2014 году тоже, если вы посмотрите. Биткоин также находился ниже 200-дневной скользящей. И мы видели нисходящий потенциал. Но что я говорю здесь, что мой анализ, мое исследование говорит, что поскольку биткоин сейчас находится выше 200-дневной скользящей средней, то сезонность направлена в бычью сторону. И острая бычья фаза обычно происходит между Хэллоуином 31 октября и Новым годом 31 декабря. Да, я бы согласился. Еще один вопрос перед тем, как я тебя отпущу. Какие-нибудь мысли по эфиру? Я знаю, что мы говорим о биткоине, но очевидно эфир очень сильно привязан к биткоину. Что ты думаешь об эфире? Да, эфириум, я тоже слежу за ним. Может быть, не так пристально, как я должен, но я посмотрю на него и вот, что я скажу. У меня есть хороший друг, Мэниел Блай. Он занимается дау-теорией. Он сделал свое исследование по эфиру, по эфирему и биткоину и их корреляции. И он нашел интересную вещь, что когда эфир подтверждает пробой, то шансы повышаются и на биткоине, и на эфире. То есть, например, недавно мы видели, как биткоин улетел на свои сентябрьские хаи. Биткоин еще не взял тогда свой all-time high, но он взял сентябрьские хаи. Эфир еще не взял свои сентябрьские хаи. Я думаю, что даже сейчас, когда мы говорим, эфир немного отстает. Верно. Но вот когда эфир возьмет свои all-time high, когда эфир перепишет свои хаи, вот тогда мы увидим подтверждение. Это означает, что эфир подтверждает пробой биткоина. По факту, это говорит о том, что шансы и вероятность на бычьей стороне с биткоином. в этом периоде для эфира и биткоина. Так что да, у нас еще не было подтверждения, и я согласен, что это отличная идея комбинировать оба эти актива, чтобы видеть большую вероятность. Да. И также я бы сказал, что эфир, цели по эфиру, если биткоин идет на 100 тысяч, то эфирные цели могут быть, в принципе, между, сейчас я пытаюсь вспомнить, как я уже говорил, это было, по-моему, 6250-7800 с потенциальными долгосрочными целями по эфиру, которые могут быть даже на 12 тысяч, 12500, я думаю, как-то так. И я на самом деле очень консервативно говорю, потому что у меня есть более агрессивные цели, но вот то, что я сейчас хотел сказать. Да, да. И мне кажется, что потенциальный прирост будет зависеть от того, как много времени у нас это займет. Если это продолжится до первого квартала, может не так высоко, но если это продлится до конца следующего года, у нас будет гораздо больше времени, чтобы расти. Олесио, было очень приятно с тобой пообщаться, я знаю, что публике понравятся твои мысли касательно волн Эллиота и биткоина. Если вы смотрите это видео, я настоятельно рекомендую заценить канал Олесио, ссылка будет в описании, я также оставлю ссылку на его веб-сайт. У меня нет ничего, кроме почтения к Олесио, и я смотрел его очень много последние годы. Да, так и было. Я очень признателен за твой канал, я очень признателен за твой подход. Олесио, еще раз было очень приятно с тобой пообщаться, надеюсь, еще раз встретимся. Спасибо. Да, я очень рад этой беседе и очень ценю, что ты меня позвал. Отлично. Хорошего дня, пока. Спасибо большое. Пока, Бен.